Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал, и недавно я делал видео на тему, как сделать CarPlay беспроводным вашим авто. Согласитесь, не очень красиво, когда постоянно там где-то болтается провод, постоянно нужно доставать телефон из кармана и подключаться к вашей магнитоле в авто. Еще некоторые люди спросили, как добавить Android в машину, чтобы смотреть фильмы там и сериалы онлайн, чтобы YouTube был сразу же, и чтобы через магнитолу можно было смотреть любой контент. В этом видео хочу показать вам вот такую приставку на Android, которая позволит добавить эти все фишки в вашу магнитолу и сделать, по сути, из машины такой медиа-центр. Давайте посмотрим, как это работает, буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Начнем с железа. Во-первых, здесь 3 гига оперативы и 32 гигабайта памяти, то есть вы сюда можете загрузить огромное количество информации. На борту Android 11, можете поставить видео на паузу и ознакомиться с характеристиками подробнее. Что касается комплекта, то здесь внутри коробки есть еще одна небольшая коробочка. Внутри есть инструкция, которая подробно расскажет, что и как работает, и как это все подключается. Также само устройство, оно очень небольшое и тонкое, то есть его можно спрятать где угодно в ваш автомобиль. И также в комплекте идет два кабеля. Один USB Type-C на USB Type-C, а второй USB Type-C на обычный стандартный USB, к которому мы привыкли. То есть исходя из того, что у вас в машине, у вас есть выбор, какой из кабелей можно использовать. По поводу устройства, как я и сказал ранее, оно действительно очень маленькое и тонкое. То есть в любую нишу, которая есть в вашей машине, это все может спокойно влезть и будет себе жить. На нем есть индикаторы, которые будут говорить о состоянии работы. И также внизу у нас есть USB Type-C для подключения. И также два слота, в которые вы можете вставлять карточки. Чтобы скинуть что-то на саму коробку, ну или для дистанционного воспроизведения через вот эти самые карты. Подключается все очень просто. Вставляете USB в разъем и ожидаете, пока на магнитоле появится вот такой вот экран. Он говорит о том, что вы хотите подключиться с помощью CarPlay, вы нажимаете на «Да» и ждете, пока загрузится интерфейс самой коробки. Это займет несколько секунд, первое включение всегда длительное. А после этого вы можете даже не доставать этот USB из слота. То есть просто вышли, закрыли машину, пришли и оно само включилось. И у вас появится вот такой же интерфейс. Я уже подключил телефон через Bluetooth к данному устройству. И видим, что теперь иконка Bluetooth загорит синим. То есть это значит, что мой телефон включен, подтянут и я могу его использовать. Если мы зайдем в настройки, во-первых, тут все стандартные настройки, как и в Android. Если опуститься в самый низ, там где System, есть Languages. То есть вы можете выбрать любой язык, который здесь есть. И, соответственно, таким образом уже коробка будет на том языке, который вам интересен. По поводу подключения интернета, сами понимаете, не во всех машинах есть слоты для сим-карт. То есть вам нужно будет раздать интернет с вашего смартфона. Для этого, например, в моем случае на айфоне я включил точку доступа. В настройках захожу в Wi-Fi. Мой айфон сразу виден. То есть это iPhone 13 Pro Max. Я его просто выбираю. И, соответственно, у меня теперь на магнитоле будет интернет. То есть у меня есть Wi-Fi, и все приложения, которые здесь есть, которые требуют интернет, они его получат. Из приложений, которые здесь установлены изначально, это, грубо говоря, телефонные сообщения, наверное, основное. Также настройки мы уже посмотрели. Есть карты. Это стандартные Google карты. Вы их можете открыть, тут построить маршруты, сохранить ваши места, просто войти в вашу учетную запись. И вся информация из вашей учетки подтянется. То есть будут все ваши маршруты, точки, которые вы ставили. И можно будет спокойно пользоваться навигацией. Еще есть такая вещь, как АПК-инсталлер. Можете скинуть нужное приложение на SD-карту и быстренько установить через этот софт. Также есть браузер, есть галерея, есть Play Market. Вы можете войти в вашу учетную запись и загрузить все, что вам необходимо из Play Market, включая там игры и разные приложения. Например, установлена YouTube Музыка и также само приложение YouTube. На него-ка давайте посмотрим детальнее. Просто зашли, вы можете опять же войти в вашу учетную запись, потянуться все ваши подписки и весь контент, который вы смотрите. Выберите видео, оно сразу запустится. Это как бы стандартно, точно так же, как и на любых планшетах, там, телефонах. Все выглядит точно так же. Звук воспроизводится через колонки вашего авто. Так что спокойно открыли любой плейлист, там, любой фильм, который сейчас грузится на YouTube. И смотрите в дороге только внимательно за рулем. Это не значит, что нужно втыкать на экран. Просто руглите и наслаждайтесь одновременно музыкой, там, или каким-то фильмом. Есть еще Spotify, есть приложение файлы, можно скинуть через SSD-карту какие-то файлы и смотреть их. Есть Netflix, если у вас есть учетная запись и вы любите эту сеть, можете воспроизводить. Установлены также карты Waze и VLC по умолчанию для воспроизведения контента. В общем, устройство работает достаточно хорошо, никаких лагов, багов, там, фризов, анимаций, ничего такого нет. Реально достаточно стабильная вещь, которой можно спокойно пользоваться. Если зайти в настройки, там есть хранилище, можете посмотреть, что действительно есть свободное место, которое можно забить какими-то там фильмами или сериалами для дальней поездки. Тем более, что сезон отпусков еще в самом разгаре. Ну и, конечно же, YouTube, расшарить через телефон интернет и смотреть что-то на YouTube, находясь в машине, это также очень удобная и крутая фишка. Подключается она очень просто и быстро, буквально на одну кнопку нажали и сразу увидели интерфейс данной коробочки. Также тут и телефонные все меню есть, есть контакты, есть вызовы и прочее, что есть в телефоне. То есть телефон вообще не нужно брать в руки, находясь в машине, все дублируется прямо сюда. Годный аксессуар, если у вас есть машина, рассмотрите эту вещь к покупке, она очень простая в использовании и делает использование самой машины намного комфортней и интересней. Ссылку на данный товар я оставлю вам в описании к видео, переходите, ознакомьтесь, там же можете его и купить. Также у меня есть эта коробка, можете мне в Instagram написать, пообщаемся, ну и в целом заберете себе точно так же эту вещь. На этом все, ребят, буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok